ЗВОНОК В ДВЕРЬ Партнер программы «Саратовские авиалинии» Пристегните ремни, мы набираем высоту У каждого человека свой залог доброго утра Кто-то любит просыпаться от аромата кофе, который наполняет всю квартиру А кто-то любит просыпаться под жесткую музыку на своем будильнике Мы, знаете, вот нечто посередине Вроде как и не жесткая музыка, но и не так ароматно, к сожалению, как кофе Но зато мы бодры точно так же, как и он Это утреннее шоу «Автопилот» Здесь Светлана Казанцева Здесь Сергей Гришнов Друзья, работаем для вас в прямом эфире Это значит, что готовы и жаждем общения вместе с вами Звоните к нам в прямой эфир, пишите нам свои добрые сообщения А также заходите к нам в группу ВКонтакте Нам тоже очень хотят с вами пообщаться Сегодня будет масса всего интересного Что именно вы увидите в первом часе? Давайте узнаем из нашего анонса Ну что ж, друзья, нет поводов переключать телеканал Оставайтесь с нами на двадцать первой кнопке Тем более, что далее в эфире будет блок полезной информации Его представит нам кто? Кто же нам его представит? Анна Антонова у нас уже в студии Привет, доброе утро Доброе утро Доброе утро Что будет в этом выпуске? Ну, в городе, в Саратовском Сьюзе Началась творческая лаборатория «Четвертая высота» Она проходит уже в тринадцатый раз И в этом выпуске расскажу о особенностях этого года Счастливый выпуск будет Тринадцатый этап отсчета Ну, хорошо, что сегодня не пятница, а четверг А то вот у Сьюверных бы все сложилось в одну копилочку Ань, ну что, передаем тебе слово, друзья Увидимся после выпуска новостей Это утреннее шоу «Автопилот» Сразу после небольшой рекламной паузы, как и обещали Возвращаемся сюда, в студию прямого эфира Для того, чтобы разбудить вас Для того, чтобы вы могли взбодриться И почувствовать вот просто как вот Прилив сил Да, прилив сил Рядом со мной находится Сергей Гришнов Меня зовут Светлана Казанцева Как уже сказал Сергей, работаем для вас в прямом эфире Это значит, что все средства связи у нас доступны А также еще хочу напомнить, что сегодня, друзья, уже 27 апреля И четверг на календаре Совсем немного у нас осталось до лета Так что будем уже готовиться Ну и приводить свое тело в тонус и форму Ну а верный спутник нам на этом самом сложном пути Данна Рига, которая расскажет, почему же кардиотренировка может быть эффективнее, силовой Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите спортивную рубрику «Двигайся» И с вами я, ее ведущая, Данна Рига Сегодня наша зарядка будет состоять из упражнений на проработку мышц ног Вы можете делать упражнения без отягощения, если вы не подготовлены Но если у вас хорошая физическая подготовка, то используйте гантели Если гантели нет, возьмите просто бутылочки с водой или книги У меня гантели по 3 килограмма И первое наше упражнение – это выпады Следим за тем, чтобы колено впереди стоящей ноги не выходило за носок Шаг максимально широкий Приседаем Делаем 15 повторений на одну ногу Меняем ногу через 15 повторений То же самое условие Следим за носком Шаг максимальный назад 15 повторений Меньше минуты отдыха Три подхода Следующее упражнение Это у нас присед плие С утяжелением Я беру одну гантель Вы можете взять две гантели Либо делать без утяжеления Садимся вниз Бедра до параллели полу Следим за осанкой Поясница прогнута И не забываем про правильное дыхание 15 повторений Меньше минуты отдыха Три подхода Дальше я беру бодибар Вы можете оставить гантели Это не принципиально У меня бодибар 5 килограммов Упражнение называется «Римская тяга» Кладем бодибар на плечи Если это гантели, можете просто держать их внизу в руках Колени чуть согнуты Поясница прогнута Наклоняемся максимально вниз Не округляем спину Вы можете травмировать позвоночник Делаем медленные плавные движения Растягиваем заднюю поверхность бедра Не забываем про правильное дыхание 15 повторений Меньше минуты отдыха Три подхода Наша тренировка ног закончена А я с вами прощаюсь Помните, что в здоровом теле здоровый дух До новых встреч До свидания Продолжаем утреннее шоу «Автопилот» Данна Рика сделала так, чтобы ваши мышцы чувствовали себя в порядке А мы сейчас сделаем так, чтобы ваши извилины тоже немножко проработали и почувствовали этот день И почувствовали небольшое напряжение Друзья, сейчас очень важная новость Центробанка выпустит в обращении купюру номиналом 200 и 2000 рублей Ориентировочно уже в октябре этого года Утвержден внешний вид и уровень защиты новых банкнот Для изготовления будет использована специальная бумага с дополнительной гарантией от подделок Напомним, что конкурс по выбору символов для новых банкнот проходил в три этапа С июля по октябрь 2016 года И в нем приняло участие более 5000 достопримечательностей из 1113 городов России В первом этапе голосования участвовал и МОС «Саратов Энгельс» Однако он не вошел в десятку финалистов этого конкурса Банк России утвердил Севастопольский памятник затопленным кораблям И Херсонес Таврический для 200 рублей Ну а на 2000 тех самых рублей появится мост на остров Русский И космодром Восточный из Амурской области А мы-то вот на самом деле переживали за две вещи За мост Саратов Энгельс И за консерваторию Да, и ты переживал за консерваторию С ней все в порядке Там эти вот химеры наверху висят Там безопасность, можешь не переживать Я за Владивосток переживал Почему? Как красиво Владивосток 2000 А, ну кстати, да Но, к сожалению Ну не получилось, ну ничего страшного Ну, друзья, как у вас сложится сегодняшний день Что у вас сегодня получится, а что может быть не совсем получится Может быть, да, новую купюру вам Центробанк сразу пришлет Вот как бы образец Просто попробуйте, посмотрите, как она красивая Да ладно тебе Центробанк, просто пусть хоть кто-нибудь уж даст 2000 Далее гороскоп Мария Белат его представит Мужчина весы явно пассивен по сравнению с инициативной женщиной-близнецами Куда бы она ни направилась, он неустанно следует за ней В безостановочном круговороте их жизни Любовь играет второстепенную роль Доброе утро! С вами астропсихолог Мария Белат И моя порция свежайшего прогноза на текущий день Меркурий в соединении с Ураном в огненном знаке порождает проблемы коммуникативного характера Сложности на дорогах, а также повышает нервозность Если сегодня вы находитесь в поисках гениальной идеи Загляните в чертоги своего разума Наверняка она уже приходила в вашу светлую голову и не раз Но теперь о том, что приготовили звезды для наших знаков зодиака Овен Сомнения при принятии решения будут мешать вашей привычной рассудительности Телец Поиск компромисса будет лучшим решением Это поможет вам избежать конфликтов Близнецы Ваш любимый человек будет нуждаться в вашей заботе и понимании Рак Тяга к неизвестному и интерес к мистике помогут вам многое воспринять в ином свете Лев Сложный в эмоциональном плане день Можно разбавить приятной встречей с друзьями Дева Ваше здоровье будет требовать заботы Хронические заболевания могут неожиданно напомнить о себе Весы Двойственная и запутанная ситуация с вашим партнером станет основной темой ближайших недель Скорпион Интриги по отношению к любимым или близким по духу людям лишат вас симпатии с их стороны Стрелец Двойственная ситуация в семье Зацикленность на домашних проблемах могут послужить тормозом на пути к достижению поставленных целей Козерог Столкнувшись с противоречиями, вы можете разочароваться в своих убеждениях Водолее настало время навести порядок в любовных отношениях Рыбы, дарите и принимайте любовь Не теряйте доверия к партнеру Если у вас есть сомнения в жизненных решениях, я с радостью помогу их развеять Присылайте свои вопросы на мою электронную почту Только обязательно укажите дату, время и место вашего рождения Всем повезет Ладно вам, друзья, Мария Белатлохова не пожелает и не посоветует Могли бы быть абсолютно спокойны Что вы напряглись там по ту сторону, экран? Ничего, собрание пройдет отлично Зарплату получите перед майскими праздниками Можете... Это я продолжаю просто вычислить по Риме Это она тебя нашибрала? Написала мне тут смс, говорит, успокой людей Что-то с гороскопом пошло не так Да нет, все будет хорошо И, кстати, все будет хорошо и завтра Мы вам готовы рассказать еще об одном мероприятии Вот 28 числа уже завтра в пятницу в торговом развлекательном центре «Триумфмол» Министерство занятое труда и миграции проводит мероприятие «Скажи да охране труда» Слушайте, таким советским лозунгом они решили устроить фееричную программу в модном торгово-развлекательном центре Не знаю, кто под этими лозунгами из популярных персон будет выступать Но зато в программе расскажут о том, как обезопасить себя О том, каким образом защитить свои права И сделать так, чтобы все было ладненько на работе Чтобы вы не боялись как раз-таки гороскоп слушать перед тем, как в офис-то отправиться Ну а расскажет нам все подробности наш гость Заместитель председателя комитета по труду Начальник отдела управления охраной труда Ольга Якушева Придет она к нам уже во втором часе Ну и собственно все эти вопросы будем раскрывать уже с ней После выпуска новостей Ну и друзья, присоединяйтесь к нашей беседе Пишите свои вопросы человеку, который все знает об охране вашего труда На наш смс-портал, его номер вы у себя на экранах периодически видите Ну а мы все эти вопросы зададим нашей гости Ну а в Саратове прошла большая распродажа недвижимости Более 200 семей подобрали для себя варианты покупки жилья Или ипотечного кредита, причем на очень выгодных условиях Все это организовала федеральная риелторская компания «Этажи» Жилье на любой вкус и кошелек, а также земельные участки, дома и дачи Причем с большой скидкой В Саратове на площадке торгово-развлекательного центра «Триумфмол» прошла большая распродажа недвижимости Ее организатором выступила федеральная риелторская компания «Этажи» Мы постарались и подготовили уникальные предложения совместно с партнерами Только на этот день самые выгодные скидки на любые типы недвижимости На банковские продукты, на страховые продукты Партнеры компании «Этажи» ведущие банки и застройщики Посетители распродажи получают консультацию сразу нескольких экспертов Среди которых юристы, ипотечные брокеры, эксперты по новостройкам, загородной и коммерческой недвижимости И каждый здесь сразу же смог выбрать недвижимость Причем не только в Саратовской области, а также в Санкт-Петербурге, в Москве и Подмосковье Мы предлагаем возможность приобретения квартиры в ближайшем Подмосковье по цене от 2 миллионов Вот именно сегодня экономия у нас составляет 2% от стоимости недвижимости Это в денежном эквиваленте от 60 до 150 тысяч В этот день недвижимость можно купить с максимальной скидкой В денежном выражении максимальные скидки достигают 400 тысяч рублей Здесь клиент может сразу же подать заявку в банк на ипотеку Наши специалисты также присутствуют на данном мероприятии, проконсультируют его качественно по различным продуктам И подберут тот, который наиболее подходит данному клиенту Распродажа недвижимости – это событие, которое является уникальным для саратовского рынка недвижимости И проходит всего два раза в год Оно вызвало немало положительных отзывов и пожеланий от жителей Саратова Организаторы мероприятия Федеральная риелторская компания «Этажи» Рассматривает возможность организации подобных мероприятий чаще, как минимум раз в квартал Это утреннее шоу «Автопилот» Приветствуем всех тех, кто только что проснулся Тех, кто не засыпал, тоже приветствуем, друзья Держитесь тут, осталось четверг простоять Да, и пятницу продержаться А там и выходные, там целых три дня И будем отдыхать, ездить на шашлыки, отправимся на дачу В общем, приятно проведем это время Но сейчас предлагаем вам приятно провести время с утренним шоу «Автопилот» Рядом со мной Сергей Гришнов Рядом со мной Светлана Казанцева Спасибо Опережая события А далее у нас события Да, друзья, всех саратовцев приглашаем на благотворительное соревнование по триатлону Называется оно «Энергия поколений» Пройдет оно уже сегодня с 10.30 до 14.30 А? Успели подготовиться? Успели? Готовы к триатлону-то? Ну, кстати, триатлон — это соревнование в беге, в плавании и в велоспорте Оно не является чем-то совсем уникальным, но уникальность этого мероприятия будет в составе команд Сражаться будут в соревнованиях необычные команды Команды будут состоять из семейных пар Одного-двух детей из этой семьи от 11 до 15 лет И одного-двух детей воспитанников подшефных детских домов Команды соревнуются в эстафетном беге на 400 метров, в велогонке на 2 километра И плавание — 25 метров для каждого участника Так что, друзья, хотите стать свидетелями этого события? Может быть, познакомиться с этим мероприятием так, чтобы потом как раз-таки отправиться в соревновательный процесс? Добро пожаловать! Сегодня в фоке юбилейный можно будет стать свидетелями этого действия Да, уже в 10.30 утра и, собственно, придите вместе со своей семьей И действительно, может быть, в следующий раз вы тоже станете участником Ну, а мы движемся далее и хотим поделиться информацией об одной кошечке, которая ищет свой дом и хочет попасть именно, может быть, в вашу семью Алиса — молоденькая кошечка, очень милая, ласковая, в меру игривая И, кажется, она гуляет по другому центру Кажется, она шапоголик уже, да? Всем привет! Я Алиса, я шапоголик Ей очень нужны хорошие хозяева и неплохие вещи Она дает предпочтение брендовым вещам, отличного кроя, который будет нанести идеально Ну, и, в общем-то, хозяев, она ищет себе подстать, чтобы не выглядела, как будто кошечку взяли, как страшную подружку с собой на прогулку Пристраивается единственным животным в квартиру без самовыгола Так что заботой вы должны окружить эту милашку со всех сторон абсолютно И 60 20 44 — это телефон волонтерского движения «За вас в Саратове» Звоните, если вам Алиса по душе Ну, а если вы еще не проснулись, то есть уникальный способ борьбы с плохим настроением Ну, во-первых, это утренний шоу «Автопилот», потому что мы уже заряжаем вас хорошей энергией, позитивом, хорошим настроением, каким-то зарядом бодрости Ну, а также это, конечно же, большой саратовский интерактив на Radio Energy Это если вы очень поздно встаете Да, каждый день по будням с 5 до 6 вечера вас ждет целый час бодрящей музыки, розыгрышей, классных подарков, общения в прямом эфире Подготовиться к лету вместе с Radio Energy очень просто Можно выиграть набор сбалансированного здорового питания аж на целую неделю В игре съедобное и несъедобное Нужно очень просто дозвониться, ответить на вопросы, которые задают ведущие Вот в некоторые турниры на таблице закрепиться, потом стать суперпобедителем А если вы любитель горячих гонок, скорости, автомобильных трюков У вас в голове все время играют песни «Каскадеры, каскадеры» Это грани фантастики, у вас происходит каждый день То нужно точно принять участие в розыгрыше билетов, которые вас отправят как раз на фантастические гонки На экстрем-шоу каскадеров Да, на суперэкстремальное шоу В общем, друзья, включайте Radio Energy по будням с 5 до 6, выходные с 12 до часу И все у вас будет хорошо Ну а также начинайте свой день с легких блюд с диетическим мясом Фирменный магазин, работающий под брендом Дубки Предлагает широкий ассортимент мясной продукции Всегда свежее мясо и отличный сервис Мясо – незаменимый продукт питания В нем много животного белка, который является основным структурным элементом всех тканей организма человека Мясо-комбинат Дубки поставляет потребителям свежее мясо говядины, свинины, а также диетическое мясо индейки и кролика Тушки закупаются только у проверенных российских поставщиков и доставляются на комбинат спецтранспортом Каждая туша в обязательном порядке проходит строгий ветеринарный контроль Далее полутуши попадают в цех обвалки Здесь мясо отделяют от кости и разделяют по сортам Чтобы оно не теряло полезных свойств, работа идет очень быстро и при оптимальной температуре А это позволяет сохранить все вкусовые качества и витамины Сохранить все полезное в мясе помогает и специальная вакуумная упаковка Благодаря которой оно поступает в магазины исключительно свежим Фирменные магазины, работающие под брендом Дубки, предлагают большой ассортимент свежего мяса При выборе мяса необходимо помнить, для чего вы его покупаете К примеру, вы решили пожарить котлеты Наш продавец при вас сделает из него фарш, а также добавит соль, перец и лук И это все абсолютно бесплатно А вам останется лишь только сформировать котлетки и поджарить их Вот так быстро и удобно можно приготовить вкуснейший ужин Мне очень нравится эта услуга, очень удобно А самое главное, не нужно возиться с мясорубкой, потом мыть ее А этот пришел домой и пожарил свеженьких Спешим заглянуть в социальную сеть, одну из самых популярных на территории нашей страны Это социальная сеть ВКонтакте Да, там мы запустили очередной опрос И сегодня разговариваем с вами в преддверии Всемирного дня охраны труда Ну, собственно, как раз об охране труда Насколько сейчас это безопасно, как это на вашем предприятии Все ли хорошо проходит? В общем, обсуждаем эту тему, в том числе и ВКонтакте Ну-ка, давайте, чтобы все хорошо было Прочитай, прочитай, как это Друзья, мы спрашиваем у вас, случались ли с вами истории во время нарушения Во время работы нарушения правил техники безопасности на вашем рабочем месте Но не совсем история про рабочее место и вообще довольно-таки сомнительная история Анна Лабе пишет В детском лагере на субботнике нас заставили красить забор Краска была очень сильным запахом, а температура воздуха была порядка 30 градусов в тени И после того, как мне стало плохо, я отказалась красить Администрация сказала, пока глава не приедет, будете красить После этого меня уволили Я воспитатель детского сада, а не маляр Но, в общем, сказал, сначала ищешь справедливости, а потом ищешь другую работу Ну, в общем, как я понимаю, друзья, в современном мире об охране труда все-таки стоит говорить активнее И мало кто знает, действительно Потому что все бабло Нет, мало кто знает, куда обратиться, например, если даже возникли какие-то проблемы с четкостью выполнения правил по охране труда Ну, мы сегодня готовы развеять все эти вопросы И во втором часе к нам придет гостья, который имеет непосредственное отношение к охране вашего труда в том числе И будем разговаривать с ней еще о мероприятии, которое состоится уже завтра в торговом центре «Триумфмол» И посвящено оно будет также охране труда Там можно будет получить бесплатную консультацию Там будут подведения итогов различных конкурсов по охране труда И, в общем, много всего интересного Но все это будем обсуждать с нашей гостью во втором часе Кстати, присоединяйтесь к нашей беседе, пишите свои вопросы на наш смс-портал А давайте вот не будем сейчас лукавить Вот прям совсем не будем лукавить Вот ты идешь на работу Да, вот experience такой Светлана Казанцева однажды утром приходит на работу Предположим, что ты работаешь не в студии с софитами пыльными А работаешь на предприятии каком-нибудь И тебе говорят, Свет, вот ты сегодня не можешь не выполнить вот эту работу Ну, например, покрасить что-нибудь Ты обязан это сделать Но температура воздуха 30 градусов Иди травись То есть какой выбор, да, моральный? Вот ты пойдешь, пренебрегая условиями труда Как это правильно будет? Как это будет по-русски? Ты пойдешь, короче, красить забор в 30-ти градусную жару Или ты скажешь, нет, я не пойду, увольняйте Ну, знаете, мне кажется, в данном случае Соотношение цены и ценности нужно как бы учитывать Насколько для тебя ценно эта работа И насколько для тебя ценно здоровье твое Вот нужно поставить на одну чашу весы Одну часть на другую чашу весов Вот ваше здоровье, например Ну, уже определить, кому, куда Потому что не так-то просто иногда устроиться Даже на работу, Сереж Может быть, иногда и стоит пренебречь Своим здоровьем в какой-то момент А может быть, наоборот А может быть, нужно обратиться как раз О чем мы сегодня говорим? В центре охраны труда Друзья, с нами все в порядке Сильно не переживайте В Саратове с гастролями Цирк Джамелли Это цирк, в котором хищники выступают Без всяких ограждений Прямо перед зрителями Подробности узнаем в нашем сюжете Пумы, леопарды, удавы, крокодилы Арабские скакуны И, конечно же, воздушные гимнасты и клоуны Вот таким составом В Саратов впервые с гастролями Приехал цирк Джамелли Что в переводе с итальянского означает «близнецы» Артисты признаются Основная задача их представления Не поразить зрителя, а просто понравиться Знаете, мы не собираемся поражать зрителя Мы привезли спектакль, который, надеюсь, все понравится Потому что поразить, восхитить Цирковое искусство, оно само по себе должно быть Вообще, придя в цирк, человек должен с первой минуты восхищаться Я надеюсь, это так Вот, мы привезли спектакль Который создан недавно совершенно Вот, его самый главный козырь, я считаю Это то, что главный герой – это клоун Вот мы, наш клоунский дуэт Это будут главные персонажи Которые на протяжении всего спектакля Я надеюсь, сквозным действием пройдут через всю-всю-всю программу Приняв участие минимально в каждом номере Связав между собой То есть это такое путешествие клоунов из прошлого в цирк настоящий Путешествие будет сопровождаться сложнейшими номерами профессионалов циркового искусства Зрители ждет высокий уровень художественного мастерства А также набор самых разнообразных жанров современного цирка Здесь и безупречная дрессура, и опасные хищники И сложнейшие акробатические трюки Номер-аттракцион «Друзья» – пожалуй, самая ожидаемая постановка программы Зрителей ждет выступление пары дрессировщиков Владимира и Натальи Исайчевых На арену выйдут канадские пумы Однако привычных для таких хищников ограждений в цирковом номере не предусмотрено По мнению дрессировщиков, это совсем не опасно для зрителя На данный момент это единственный номер с пумами на свободе в мировой цирковой практике А вот дрессировщик Виктор Евтехов представит легендарный номер лошади на свободе Арабские скакуны удивят зрителя сложнейшими трюками и игрой в шахматы По мнению дрессировщика, главное – понять животное Зависит от вас, насколько вы знаете этих животных И что вы хотите, какую школу вы прошли И становится очень просто Там главное – найти контакт с животными Первые месяцы смотришь, что он боится, какой он Любителям острых ощущений также не дадут заскучать Зрители ждут сложнейшие акробатические номера, воздушные трюки и полеты под куполом цирка А трогательный дуэт клоунов Юрия Филатова и Сергея Гульченко найдет путь к сердцу каждого зрителя То, что мы показываем наши репризы Они не только бы веселили публику, но и чуть-чуть учили деток, как правильно себя вести Может быть, что-то понравится и взрослые сделали какие-то выводы для себя Приходите в цирк и наслаждайтесь Окунуться в захватывающее представление можно уже с 29 апреля Джимелли приглашает всех саратовцев стать участниками волшебного циркового действа Теплицы из поликарбоната предлагают многие В чем преимущество теплиц от компании «Воля»? Главное – долговечный оцинкованный профиль Огромный выбор моделей различных размеров Каждая дуга выдерживает до 700 килограммов снеговой нагрузки Большой выбор – классы от стандартной до титанической прочности Доставим и соберем Садоводы более 300 городов России пользуются теплицами компании «Воля» Идеальные условия для раннего урожая Теплицы компании «Воля» Соберите и вы рекордный урожай Теплица «Воля» на Сокурском тракте, напротив магазина «Победа» Телефон 37 55 58 98 83 18 Полет – это не только состояние души, но и самый быстрый способ перемещения Например, время полета от Саратова до Сочи и Симферополя на самолете Embraer 190 всего 2 часа Уже скоро прямые рейсы на курорты Черного моря Авиакомпании «Саратовские авиалинии» Оранжевого вам настроения и доброго утра Приветствуем вас мы, Светлана Казанцева И Сергей Гришнов Приветствуем мы вас по традиции в прямом эфире А это значит, что вы можете нам позвонить в прямой эфир Пообщаться с нами напрямую Также можете написать нам свои смс-сообщения Просто передать кому-нибудь привет Пожелать кому-то доброго утра Может быть, поздравить кого-то с каким-то праздником, с годовщиной А может быть, просто признаться кому-то в любви Мне очень нравится этот пункт, который тоже можно использовать Друзья, это же так приятно получить Через голубой экран вот такие вот приятные теплые слова И тогда утро начнется хорошо Да и весь день сложится отлично Ну и надеемся, что этот день будет солнечным Кстати, пробку... 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 Пробки и погоду будем обозревать в следующем часе А сейчас, забегая немножко вперед, хотим создать вам по-настоящему солнечное настроение С помощью нашей инстаграм-подборки Саратов очень долго выходил из крутого зимнего-весеннего пике И наконец-то ему это удалось И солнце засияло над нашим городом Вот эти фотографии были выложены в сеть вчера Это первый солнечный день, который мы так долго ждали После холодов, после дождей, после снегов Даже не побоюсь этого слова Друзья, у нас весна была очень неоднозначно Надеюсь, что сейчас у нас повернется курс на хорошую погоду На тепло, в конце концов И уже будем ждать солнце, будем ждать лето И будем вот наслаждаться такими видами нашего города На самом деле фотографий было огромное множество Все пытались поймать лучи света на своем лице Как истинный модель работальный источник света Кто-то смотался в Париж, вот как вы понимаете Да нет, на самом деле на набережной Такая маленькая, просто вот иногда кадры сделал Хороший и все, я думаю, что ты во Франции А кот уже в тени прячется Ему уже, наверное, жарко на елках, правда Бедняга колит ему, наверное, это Причем, друзья, вот такая информативная подборка Вот так солнечно было в Саратове Далее городская зарисовка Еще одну фотографию мы покажем, которая была заснята в нашем городе Вот я люблю Кировский район И Кировский любит тебя Он видит, что он говорит тебе Это род, род Кировского района Привет, друг, я люблю тебя Иди дай поцелуй тебя, крокотуленька моя А у нас как бы в этом году, знаешь, урбанистика семимильными шагами Вот так шагает по городу Вроде какие-то преобразования должны быть Ну, это же модернизация в совершенствовании города Украины Это никак не связано с урбанистю Поехали дальше Ну, может быть, друзья, едем дальше И хотим напомнить вам о том, что уже завтра, 28 апреля В торговом центре Триумф Мол Министерство занятости труда и миграции Проводит мероприятие под названием «Скажи да! Охране труда» Собственно, это мероприятие будет проводиться во Всемирный день охраны труда И хочу вам сказать о том, что отмечается этот праздник еще с 1986 года И берет свои корни из Америки И вот каждый год в нашем городе также проводятся подобные мероприятия О том, какая программа ждет участников Нам сегодня расскажет гость второго часа Заместитель председателя комитета по труду Начальник отдела управления охраны труда Ольга Якушева С ним общаемся как раз после выпуска Самое главное, что вы можете писать ей уже свои вопросы Оставлять ваши смс-сообщения на нашем смс-портале И мы их передадим То есть, если у вас есть какая-то сложная ситуация Она вам точно подскажет В какой момент было нарушение вашего графика трудового С точки зрения его безопасности Ну а сейчас рубрика, которая не оставит равнодушными никого, кто пытается найти Отличное времяпрепровождение на ближайшие выходные Илья Соколов представит детскую афишу Всем привет! С вами Илья Соколов И это рубрика Афиша Здесь я рассказываю вам о самых интересных мероприятиях нашего города О том, куда нужно отправиться всей семьей, чтобы весело провести время Есть такое мероприятие, на котором каждый может найти то, что ему нравится Это фестиваль натуральной продукции Которые многие уже полюбили и ждут с нетерпением Форта Фест Спринт состоится уже в эту субботу в городском парке С 12 до 4 часов дня мы с вами сможем участвовать в квестах И разгадывать загадки Танцевать по выступлению музыкальной группы Есть вкусняшки и участвовать в мастер-классах Мы научимся лепить украшения и поделки из полимерной глины И рисовать 3D-ручкой Наши родители смогут поучаствовать в кулинарном мастер-классе И приобрести разные угощения Варенье, выпечку или бургеры На фестивале будет работать фотозона Так что красочные фотографии обеспечены нам в любую погоду Если вы мечтаете увидеть битву внедорожников и автомобильных трансформеров не в кино, а по-настоящему То в эти выходные отправляйтесь в Эдгинс Там на городском стадионе пройдет экстремальное шоу каскадеров Каскадеры это такие смелые люди, которые совершают разноопасные трюки На шоу мы с вами сможем увидеть, как машина превращается в робота Едет на боку или крутится на задних колесах А каскадеры будут прыгать через огненные кольца Лчаться на машинах на большой скорости И взлетать в автомобилях на трамплине А еще мы с вами увидим гонки с опасными разворотами И пиротехническое шоу Такое необычное представление вы точно еще не видели Там клон превращается в комара и взлетает Пума играет в чехарду А лошади танцуют вальс Это не сказка и не сон О представлении цирка Джамелли Которое мы с вами сможем увидеть в Саратове уже в эти выходные На арене будут выступать разные дикие звери Змеи, крокодилы и леопарды Особенность этого представления в том Что животные охотятся не в клетках Даже пумы и крокодилы будут исполнять номера на поводках Веселый дэд клоунов в нарядных костюмах Похожих на воздушные зефирки Покажут разные сценки В некоторых из них, кстати, участвуют живые карликовые кабанчики А выступления зверей, акробатов, гимнастов и других артистов Это часть одной истории О том, как два клоуна путешествуют во время В нашем городе есть мероприятие на любой интерес Веселые представления, вкусные фестивали и захватывающие шоу Так что зовите своих родителей и отправляйтесь за новыми впечатлениями Пока-пока! Илья Соколов наш юный эксперт по всем детским А и не детским, а в общем-то семейным историям Которые можно устроить в нашем городе Ну да, но мы периодически вам показываем разные вот такие мероприятия Для того, чтобы вы правильно планировали свои выходные Правильно планировали свое ближайшее будущее Ну, чтобы вы знали о перечне всех возможностей в нашем городе А их у нас на самом деле немало Ну, если возвращаясь к теме нашего эфира Напомню, что сегодня мы с вами обсуждаем тему охраны труда В преддверии Всемирного дня охраны труда, который будет уже завтра На эту же тему мы запустили опрос ВКонтакте И спрашиваем у вас, что? Расскажите нам, а как вы сталкивались с нарушением техники безопасности на рабочем месте Пока здесь только одна история от Анны Лабе Но зато есть пару смс-сообщений Например, Виктория пишет о том, что я скорее пойду на нарушение Этих правил, чем потеряю работу Потому что стабильность и доход для меня важнее И Михаил пишет о том, что однажды его заставили работать с химикатами Без соответствующих средств защиты На работодателя был подан иск в суд А чем закончилось-то это дело, на самом деле? Расскажите, вам присудили правду? Или все-таки работодатель был правд? Ну, кстати, да, наложили на кого-то штрафы или нет? Какие штрафы? Какой размер этих штрафов? Кто в ответственности это потом? Ну да, и кстати, нам еще одно смс-сообщение пришло на наш смс-портал А Владимир нам пишет о том, что он поддерживает выпуск новых купюр 2200 рублей и очень сожалеет о том, что в Саратове Ну, что Саратовский мост не стал символом этих купюр Это нам тоже как-то немножко горестно, грустно Мы за него голосовали, болели Друзья, ну, честное слово, вам за это не платят Не пропустите Но, друзья, мы продолжим общение на тему охраны труда Вместе с нашим экспертом, которым вы уже можете писать свои смс-ки Во втором часе, а в нашей студии уже появилась очаровательная Анна Антонова Которая будет рассказывать новости нам и вам, кстати, тоже Так что, Ань, доброе утро Доброе утро Что будет в этом выпуске? Что ж, стали известны новые детали ограбления ломбарда Дело в том, что грабитель не успел реализовать украшения и золото Стоимостью полтора миллиона рублей и просто закопал их Где? Все подробности расскажу в выпуске буквально через пару секунд Все, следим за эфиром Большое сердце, Семерлота Доброе утро, любимый город Приветствую, Саратовская область Вы смотрите телеканал Саратов 24 Это утреннее шоу Автопилот 28 апреля в Триумфмоле Министерство занятости, труда и миграции Проведет мероприятие «Скажи да» охране труда О том, какая программа ждет участников Нам сегодня расскажет гость, который уже находится у нас в студии На желтеньких диванчиках вместе со Светланой Казанцевой У нас в гостях заместитель председателя комитета по труду, начальника отдела управления охраной труда Ольга Якушева Доброе утро Доброе утро, Ольга, очень рада вас видеть у нас в студии Вот расскажите, завтра будет достаточно серьезное глобальное такое мероприятие Особенно для вас, как для сотрудника Министерства охраны труда Расскажите, что будет на этом мероприятии, что будет ждать гостей Ну, цель этого мероприятия, это все-таки привлечь внимание жителей города К вопросам охраны труда, к вопросам безопасности труда И заставить задуматься, какие риски есть на каждом рабочем месте А я вас уверяю, каждое рабочее место, любое, абсолютно Каждое? Да, оно содержит потенциально в себе те или иные риски И на завтрашнем мероприятии мы попытаемся в доступном, в игровом таком формате Преподнести вопросы охраны труда с несколько неожиданной стороны У нас будет викторина по вопросам охраны труда У нас будет возможность познакомиться со средствами индивидуальной защиты На рабочих местах будет организована фотозона Где каждый может сфотографироваться в каске Или с каким-то другим средством индивидуальной защиты Кроме того, у нас будет живая статуя А у нас будет викторина, посвященная вопросам охраны труда И очень такая важная вещь, когда каждый человек должен, в общем-то, уметь оказать первую помощь пострадавшим на производстве У нас будет робот-тренажер, каждый из участников может попробовать его оживить И там будет профессиональный инструктор, который расскажет об определенных нюансах Ну, а, естественно, победителям, участникам ждут призы в случае правильных ответов на эти вопросы Слушайте, ну роботы оживить, то есть прямо искусственное дыхание, непрямой массаж сердца Да, 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 это есть специальные такие роботы, которые как раз в такой интерактивной форме позволяют проверить именно практические навыки того, насколько человек сможет это сделать в реальной ситуации А обучиться этой самой первой помощи можно будет и на площадке непосредственно, правильно? Он будет попробовать обучиться первой помощи, да, потому что, да, работодатель, по факту, у нас должен по действующему законодательству все-таки учить своих работников приема указаний первой медицинской помощи В идеале это должен знать каждый из нас, хотя бы основные какие-то базовые моменты Ольга, а почему именно сейчас вы решили привлечь внимание к этой теме? Сейчас как-то особенно остро стоит вопрос безопасности рабочего места? Но вопрос безопасности рабочего места у НОСТРа стоит вообще на самом деле всегда Со времен открытия рабочего места Со времен открытия рабочего места, да, если совсем уже в историю России, да, посмотрим далеко Там были условия труда у людей на самом деле просто ужасающие Я специально читала, да, там есть такие достаточно, ну, серьезные факты Думаешь, боже мой, как же люди вообще выдерживали, выдерживали, да, все это С тех пор мы очень серьезно продвинулись вперед, но тем не менее масштабы проблемы, они достаточно большие По данным Международной Организации Труда ежедневно в мире на рабочем месте по тем или иным причинам Гибнет 5-6 тысяч человек Данные, конечно, они не совсем будут актуальны, но такие очень впечатляющие, потому что ежедневно, да, вот эти вот все цифры В эти цифры входят военные, чьей работой как раз-таки является защита там каких-то границ, и они особенно опасны? Ну, не знаю, как по методологии Международной Организации Труда Да, у нас все-таки военные, это те люди, которые не связаны с трудовыми отношениями, да Ну, то есть это статистика вне профессиональной деятельности Да, вне такого вида профессиональной деятельности И мы ежегодно проводим различные мероприятия по охране труда, и, наверное, вот впервые, да, решили выйти на такую широкую площадку и выбрать такую нестандартную форму А темы ежегодно, они на Всемирный день охраны труда, который как раз и состоится 28 апреля, они выбираются различные В прошлом году вот очень интересная была тема, стресс на рабочем месте, и мы нацеливили предприятия, потому что такие мероприятия проходят на каждом практически крупном предприятии, да Именно обучать работников о том, как бороться со стрессом на рабочем месте, какие приемы, методики есть И я хочу сказать, была, позапрошлой неделе была Всемирная неделя охраны труда в Сочи, да И я имела счастье, да, присутствовать на этих, участвовать на этих мероприятиях И даже в Саратовской области предоставили возможность выступить с докладом, да, на одной из конференций Я хочу сказать, наука очень серьезно продвинулась вперед, и то, что делают там крупные передовые предприятия в сфере обеспечения безопасности своих работников Привлечение внимания к ним, это, конечно, вызывает просто уважение, потому что там трудятся заинтересованные такие люди, которые дают практические инструменты, да И на охрану труда уже люди начинают смотреть не как на что-то скучное, да, вот инструкцию по охране труда подписал, да, и ушел А действительно, первоначально просят задуматься о том, какие же угрозы есть на этом рабочем месте И только потом уже совместно вырабатывают правила по охране труда Ну вот вы немного затронули вопрос того, что вот, может быть, работодатель как-то компенсирует, вот, не знаю, вредность труда Может быть, какие-то недобросовестные выполнения условий труда А вот какие-то есть определенные ценовые цена, 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 диапазона А что может рассчитывать с работник? Чего и для чего? Да, вот вы знаете, работник, да, я вот всячески в своей работе всегда людей нацеливаю не на то, чтобы получились компенсации, да, потому что у нас это вот прям такое глобальное желание Дайте мне компенсации за вредные условия труда А парадигма, она сейчас совсем другая Обеспечьте мне безопасные условия труда и сделайте все для того, чтобы мои условия труда были безопасны Но вы правы, да, для работодателя с 15-го года штрафы увеличились очень серьезно И за каждый вид нарушений, будь то не проведение обучения, не прохождение медосмотров, есть отдельный вид штрафов И совокупный размер вот этих штрафов может составлять и до 500, и до миллиона рублей, да, вот на таком, на среднем предприятии, когда приходят И гострудинспекция запустила очень интересный интерактивный сервис У них на сайте можно прям работодателю, инженеру по охране труда и работнику зайти и посмотреть Через определенные ответы на вопросы, соблюдаются ли его права, там, проверить свой трудовой договор То есть правильно ли составлен трудовой договор И посчитали, опять же, через этот сервис, вот работодателя, когда предоставляют данные, они закрыты, никто за это наказывать не будет 4 миллиарда рублей, вот только по данным этих сервисов, не до начисленных штрафов в масштабах Российской Федерации Это когда люди сами проверили, насколько соблюдаются их требования охраны труда А как взимать вот эти средства, то есть куда нужно обратиться? Куда можно обратиться? Обратиться можно у нас, конечно же, в главный контрольный надзорный орган Это Государственная инспекция труда в Саратской области, все данные контактные доступны через сайт И есть у них еще один интересный очень онлайн-сервис «Я инспектор», когда уже любой житель нашего города может скачать себе на телефон приложение Идешь мимо стройки, видишь, человек работает без каски Или непристегнутым на высоте Фотографируешь эти нарушения охраны труда Рядом обычно совершенно должна висеть еще застройщика Информационная табличка Информационная табличка Фотографируешь эту табличку, загружаешь в приложение и гострудинспекция уже без всякого заявления идет проверять эти факты Ничего себе Да, мы очень серьезно Для чего нашел прогресс Да, мы продвинулись вперед, это вопрос очень серьезный Ольга, ну раз уж мы затронули тему денег, у нас есть замечательная рубрика, в которой дети рассуждают на очень сложные такие взрослые вопросы Сегодня они нам отвечали на вопрос, зачем вообще придумали деньги Давайте с вами посмотрим, после чего вернемся к нашей беседе Говорят, дети – это интересные ответы на самые сложные вопросы из уст малышей Сегодня ребята расскажут, для чего придумали деньги Вот я хочу рассказать вам, что раньше было серебро, такие кусочки серебра И, например, жаль же отдавать кусочек серебра за картошку, например И вот стали вот эти вот серебро рубить их И так наши деньги получили название рубль Чтобы покупать себе еду, не быть голодными, чтобы купить себе квартиру То есть они нужны для жилья, чтобы все можно было купить А те, которые остаются, можно потратить на то, что человек хочет Деньги, чтобы покупать и на работе зарабатывать денежки Деньги, чтобы что-нибудь покупать Еду, одежду, лабушку Разные вещи Вещи всякие там Игрушки Крутой бинок Игрушки Работу всякую Микроновку Ну, там всякое Какой-нибудь там дом большой Двух-трехэтажный Много чего там Компьютеры Ну, много чего может А у кого мало денег, то может мало купить Чтобы, ну, как-то расплачиваться Чтобы была какая-то замена Вот, например, купил там что-то Ты даешь деньги, а тебе дают вот то, что тебе надо Вот, чтобы был какой-то такой замен Вот, купил, не знаю, там Конфету там И нужно что-то взамен А если деньги, то нужно отдавать нужную сумму, сколько стоит конфета Ну, если с одной точки зрения Я думаю, то, что было это очень хорошо Деньги не надо было бы зарабатывать А так это неправильно получается Потому что все-таки работать надо Деньги придумали для того, чтобы мы Могли вот что-то покупать там Вот Потому что мы же просто так не возьмем Какую-то вещь Ну, бедный себе не может позволить там Чего-то такого прям Очень хорошего там Такого что-то Ну, он может себе позволить что-то такое обычное Которое есть абсолютно у всех Вот А богатый человек может тебе то позволить Что у других может быть не быть Наверное, чтобы зарабатывать их Без денег вообще нельзя прожить Ведь деньги выданы для того, чтобы К примеру, там Мы же где берем еду Или даже ингредиенты Мы же покупаем их в магазине То тогда все бы было бесплатно Да просто бы в магазин приходил Там заходил по подкасту Там что-нибудь свое взял И ушел с коробкой Вот А то это покупать надо Да, чтобы расплачиваться Они еще были придуманы В каменном веке Их Ими А в каменном веке Расплачивались Не карточками визитными А шкурами А шкурами Животными У вас есть дети? Хотите, чтобы они стали участником нашей рубрики? Присылайте заявки на почту Мейл Собака Саратов24 Точка ТВ И становитесь героями нашей рубрики Говорят дети Друзья, мы продолжаем утреннее шоу «Автопилот» Сегодня говорим об охране труда О том, как сделать все безопасным Завтра в торгово-развлекательном центре «Триумфмол» Вы сможете оказаться на тематическом мероприятии В рамках которого вы узнаете абсолютно все подробности Относительно безопасности вашего рабочего места Ольга, ну мы как поняли Дети с детства замотивированы получать деньги За как свою работу Так и за невыполнение каких-то обязанностей Другими людьми Но мы хотим с вами сейчас поговорить о том Какие конкурсы проходили Которые предваряют завтрашние мероприятия И о тех консультациях, которые можно будет там получить Ну завтра у нас будет награждение По совершенно большому спектру конкурсов И мы здесь тоже попытались охватить И школьников, и начальное профессиональное образование И студентов вузов В частности, один из наших партнеров Это Царатская государственная академия права Школьники писали сочинения на тему Культуры безопасности труда В профессиональных училищах Проводились викторины на тему охраны труда И здесь уже они показывали свои реальные знания На тему охраны труда А студенты академии права Они снимали ролики, посвященные охране труда Они у нас там тоже завтра будут транслироваться И, конечно, было очень интересно посмотреть Вот взглядом, да, нетрадиционным, таким нестандартным Не профессиональным Как они видят эти вопросы И как они видят их решение Я понимаю, эти материалы вам помогают Как раз-таки расширить свой кругозор И понимать, какие могут у дальнейших поколений, у будущих поколений возникать вопросы Ну, мы их размещаем на своем сайте, да, и все люди могут ознакомиться с ним Их берут с удовольствием у нас специалисты по охране труда Транслируют тоже на своих мероприятиях То здесь мы решаем ряд, так скажем, задачи Кроме того, у нас еще было очень интересное мероприятие Мы первые в России провели интерактивный диктант по охране труда В этом году уже второй раз У нас число участников свыше тысячи человек И что было очень интересно, конечно, насколько глобализация затруднала все процессы У нас выходили участники из Израиля, из США, из Канады И из ряда таких совсем дальних государств Ну, как уже сказал Сергей, на мероприятии еще можно будет получить консультацию У специалиста по охране труда Вот какие вопросы можно будет задавать специалисту И вообще бесплатно ли эти консультации? Консультации, конечно, проводятся бесплатно Консультировать у нас будут и представители фонда социального страхования Это по всем вопросам, связанным с получением различных компенсаций При несчастных случаях, при профессиональном заболевании Есть у нас очень интересный у фонда социального страхования функционал Когда возмещается часть денег, затраченных работодателем на охране труда И может даже работодатель возмещать абонементы в спортзал Своим сотрудникам за счет охраны труда Но это как бы необязательный такой Там есть определенный перечень А уже работодатель совместно с профсоюзами, надеюсь, выбирает, какие из этих мероприятий он может реализовать И получить компенсацию с фонда социального страхования Кроме того, у нас будут сотрудники центров занятости Консультировать не просто по охране труда, а дополнительно по всем услугам, связанным с рынком труда И будут консультировать наши специалисты Это по всем вопросам, связанным с трудовым законодательством С обеспечением безопасности на рабочем месте Получением компенсации, которые, как правило, чаще волнуют работников Чем, к сожалению, сама безопасность Спасибо большое, что этим утром пришли к нам в гости Надеемся, что это отличный повод задуматься Относительно безопасности своего рабочего места Ну или повод прийти завтра на мероприятие И узнать немного больше о том, на что может рассчитывать работник И на что нужно обратить внимание Друзья, ну а у нас в гостях сегодня был заместитель председателя комитета по труду Начальник отдела управления охраной труда Ольга Якушева Мы встретимся с вами сразу после небольшой рекламной паузы Ольга, приходите как-нибудь еще к нам Хорошо, спасибо Говорим на эту важную тему Доброе утро, Саратов Доброе утро, прекрасная Саратовская область Ну и, кстати, особое внимание сейчас нужно уделить жителям Саратова и Энгельса Потому что сейчас Сергей Гришнов расскажет вам о пробках на дорогах наших городов О том, как добраться из пункта А в пункт Б максимально быстро и максимально легко Сереж, тебе слово Спасибо большое, Свет Действительно, самое время разобраться в пробках Где и какие они собрались к этому часу мы будем обозревать по картам Яндекса И сервис Яндекс Пробки говорит 5 баллов загруженной дорогой к этой минуте Начнем обзор, как обычно, с выезда из заводского района Кольцо стадиона Волга и вплоть до улицы Арджинкид заедет со скоростью 7 км в час Арджинкид заедет пока со скоростью 20-25 км Чернышевского, друзья, с первых же метров в сторону предмостовой площади Будет встречать вас, простите, некоторыми заторами Например, первые метры окрашены уже желтым цветом Это значит, что скорость потока не превышает 20 км в час Пробка вытягивается до кристалла Далее все более-менее без проблем И только на пересечении улицы Вольская Начинается серьезная пробка, которая продлится вплоть до улицы Провианской Далее, кажется, тоже без проблем Будем ехать вплоть до предмостовой площади Предмостовая площадь этим утром чувствует себя более-менее стабильно Она окрашена желтым цветом во всех направлениях Как в сторону Саратова, так и в сторону Энгельса Мост из Саратова в Энгельс сейчас, надеюсь, будет виден всем абсолютно И вы сможете понять, что он абсолютно свободен В Энгельс так точно можно проехать без проблем Да и из Энгельса выбраться этим утром тоже можно, особенно не переживая Единственное затруднение, которое вас встретит Это пересечение Трудовой и Лесозаводской На этой кольцевой развязке Сейчас скорость потока 10 км в час И небольшие затруднения есть на подъезде к Саратову непосредственно Мост прям последний метров 500 Едет со скоростью 20-25 км в час Усть-Курденовское шоссе Это Волжский район, поселок Юбилейный 20 км вплоть до кольца строительного рынка Аэропорт, улица во всех направлениях едет без проблем Чего нельзя сказать про Навашино и танкистов Записывайте, друзья, прям вот Я не знаю, включайте ваш телефон Начинайте в заметку, куда точно не стоит ехать Танкистов от... Откуда же это? Это же, наверное, от проезда танкистов какого-то Едет с большим трудом до улицы Навашино Здесь скорость потока по танкистам не превышает 7 км в час И по Навашино, друзья, практически от ботанического сада СГУ И до пересечения с танкистов скорость потока 3 км в час От планерной и до танкистов, то есть обратная сторона Вот вы так едете к Рубину по Навашино, а это вы как бы из-за Рубина выезжаете Скорость потока тоже не превысит каких-то незначительных показателей Вроде 3-5 км в час Аналогичная история этим утром почему-то складывается и на выезде из Ленинского района Проспект строителей на подъезде к Кольцуни 7 км в час Шихурдина едет с аналогичной скоростью до моста 3-й дачной Да и после моста на 3-ю дачную то же самое Немножко вы выдохнете около автозаправочного комплекса А потом вплоть до студенческого городка 10 км в час Скорость потока будет ваша в сторону центра Встречное направление в Ленинский район пока едет более-менее без проблем Проспект 50 лет Октября станет отличной альтернативой улице Шихурдина Здесь только лишь на стрелке начинается пробка Но зато она довольно-таки основательная 5 км в час Скорость потока в центр Встречное направление 7 км Ну в общем-то мне кажется вы даже не заметите этих двух незначительных километров Соколовая Это улица приключений сегодняшним утром Здесь есть и красный, и желтый, и зеленый оттенок Значит скорость движения будет колебаться от 40 и до 3 км Но сложнее всего будет на перечении танкистов и Соколовой Как по танкистов, так и по Сколовой 7 км в час В центре города серьезных пробок не замечено Небольшие затруднения есть От Казачьей до Московской по Астраханской улице Ну и любимый район Все, что находится за стадионом Локомотива Именно Большая Садовая, Новоузенская, Вокзальная Все эти улицы едут максимум со скоростью 5 км в час Друзья, ищите пути объезда Не стойте в пробках и наслаждайтесь, надеюсь, хорошей погодой Все там будет хорошей? Ну, обещаю Да, будет хорошая погода Друзья, теперь подробнее В четверг, 27 апреля, Саратов-Энгельсе Переменная облачность, ветер южный 7,4 метра в секунду Атмосферное давление 768 мм ртутного столба И днем температура воздуха прогреется до отметки плюс 17 градусов А ночью будет немного прохладнее Будет плюс 10 градусов На самом деле эти плюс 17 пока за окном не ощущаются Может быть за счет переменной облачности Может быть за счет ветра В общем, не пренебрегайте сегодня такими какими-нибудь плащами Какими-нибудь, может быть, легкими пальто В общем, информацию вам о погоде дали Ну, а далее будем еще делиться по полезной информации Да, друзья, совсем скоро майские праздники И наверняка вы думаете о том, каким же образом разнообразить свои выходные на даче Как сделать так, чтобы привычные блюда перекочевали туда И вы уже могли подрезать свеженький базилик Который, возможно, у вас уже подрос на подоконнике Или, может быть, петрушечка у вас уже там тоже взошла А аппетитно рассказывать мало Нужно еще и показывать аппетитные вещи Чтобы ваши мясные блюда были полезными Они должны быть изготовлены из высококачественного мяса Фирменный магазин, работающий под брендом Дубки Предлагает широкий ассортимент мясной продукции Всегда свежее мясо и отличный сервис В нашем мясе сохранены все питательные свойства, белки и минеральные вещества Мясокомбинат Дубки поставляет потребителям только свежее мясо говядины, свинины А также диетическое мясо индейки и кролика российских производителей Для сохранения его качества и сроков годности На мясокомбинате строго соблюдают технологии и условия хранения Во-первых, максимально сокращено время от разделки до упаковки Не более 20-30 минут Во-вторых, поддерживается высокий уровень гигиенического контроля Низкие температуры на всех стадиях разделки, упаковки и хранения Используются современные упаковочные материалы и упаковочные технологии Ежедневные поставки свежего мяса в магазин специализированным транспортом На прилавок продукт попадает быстро и свежим Фирменные магазины, работающие под брендом Дубки, предлагают большой ассортимент мяса для любого блюда Наряду с говядиной и свининой здесь можно купить диетическое мясо, содержащее меньше животного жира Индейка и крыльчатина признаны всеми специалистами как самые низкокалорийные виды мяса, богатые полезными микроэлементами Блюда из индейки готовить несложно и, главное, быстро Обработка мяса не занимает много времени, а блюда получаются вкусными и полезными К примеру, рулетики из индейки – доступный делькатес в домашних условиях Я очень довольна, что я могу купить диетическое мясо возле своего дома А крыльчатина я могу купить у надежного и отзывчивого продавца Этот блог был бы неполным, если бы после предсказаний пробок, погоды, того, что вам поесть Мы бы не предоставили вам предсказания астролога Мужчина-весы явно пассивен по сравнению с инициативной женщиной-близнецами Куда бы она ни направилась, он неустанно следует за ней В безостановочном круговороте их жизни любовь играет второстепенную роль Доброе утро! С вами астропсихолог Мария Белат И моя порция свежайшего прогноза на текущий день Меркурий в соединении с Ураном в огненном знаке порождает проблемы коммуникативного характера Сложности на дорогах, а также повышает нервозность Если сегодня вы находитесь в поисках гениальной идеи, загляните в чертоги своего разума Наверняка она уже приходила в вашу светлую голову и не раз Но теперь о том, что приготовили звезды для наших знаков зодиака Овин, сомнения при принятии решения будет мешать вашей привычной рассудительности Телец, поиск компромисса будет лучшим решением, это поможет вам избежать конфликтов Близнецы, ваш любимый человек будет нуждаться в вашей заботе и понимании Рак, тяга к неизвестному и интерес к мистике помогут вам многое воспринять в ином свете Лев, сложный в эмоциональном плане день, можно разбавить приятной встречей с друзьями Дева, ваше здоровье будет требовать заботы, хронические заболевания могут неожиданно напомнить о себе Весы, двойственная и запутанная ситуация с вашим партнером станет основной темой ближайших недель Скорпион, интриги по отношению к любимым или близким по духу людям лишат вас симпатии с их стороны Стрелец, двойственная ситуация в семье, зацикленность на домашних проблемах могут послужить тормозом на пути к достижению поставленных целей Козерог, столкнувшись с противоречиями, вы можете разочароваться в своих убеждениях Водолее настало время навести порядок в любовных отношениях Рыбы, дарите и принимайте любовь, не теряйте доверие к партнеру Если у вас есть сомнения в жизненных решениях, я с радостью помогу их развеять Присылайте свои вопросы на мою электронную почту Только обязательно укажите дату, время и место вашего рождения Полет это не только состояние души, но и самый быстрый способ перемещения Например, время полета из Саратова до Сочи и Симферополя на самолете Embraer 190 всего 2 часа Я в институте только до института езжал Уже скоро прямые рейсы на курорты Черного моря авиакомпании «Саратовские авиалинии» Оранжевого вам настроения А также вам желтого, красного, зеленого и вообще хорошего настроения Друзья, утренний шоу «Автопилот» продолжается Осталось буквально 10 минут И в эти 10 минут вы можете нам позвонить, написать свою какую-то приятную смс-ку Ну или зайти к нам в группу ВКонтакте и там оставить свой голос и ответить на наш вопрос Ну и главное, что вы должны делать, это вы должны внимательно слушать Потому что вы ноете, что у вас маленькая зарплата, цифра дня вам поможет Один, цифра сегодняшнего дня Один доллар – самая маленькая официальная зарплата в мире у официальных послов доброй воли ООН Ну вообще, на самом деле, понятно, что это очень символически Сколько? 400 рублей по нынешним деньгам примерно? А мы у Газнефтьбанка и узнаем в этом выпуске новостей 56,90 На самом деле, понятно, что это просто какая-то юридическая особенность Это нужно было сделать, это один доллар, для того, чтобы как-то закрепить человека А по факту, там работают люди, которые, это же добрая воля Вот, пожалуйста, по доброй воле и работайте А далее ролик дня Тут ролик по доброй воле красные ягоды будет есть Это поднимет вам настроение, друзья, милаха просто На самом деле, это очень кровожадное видео Да ладно, это просто натуральный косметик Ролик монстр Ты попрыто говорилась Привет, губастик Привет, насастик Ну, вот такой очаровательный кролик Забавные ролики Если у вас есть какие-то интересные тоже видеоролики Выкладывайте их в сеть Ставьте хэштег «Саратов24» на английском, на русском языке Ну, а также выкладывайте фотографии тоже с этим же хэштегом Выкладывайте красные ягоды по очереди такой дорожкой Своему кролику, чтобы он их ел и вы по следу понимаете, куда он убежал И уже вот такими красными накачанными как будто губками я с вами говорил Далее афиша Анастасия Куклева ее представит Всем хорошего настроения Меня зовут Анастасия Куклева И я рада вам представить новый выпуск рубрики Афиша Фестиваль натуральной продукции Фестиваль тюльпанов Путешествия и экстремальные шоу Подробнее о том, куда сходить и что посмотреть в ближайшие дни Расскажу прямо сейчас Ловим момент и запасаемся впечатлениями на всю неделю Любите тюльпаны и всегда мечтали посетить в Голландии цветущие поля? Оказывается, чтобы полюбоваться этим красочным зрелищем, далеко ездить вовсе не нужно В апреле в Саратовской области тюльпаны и поля ничем не отличаются от голландских Чтобы в этом убедиться, предлагаю отправиться в Новоузенский район Там в эти выходные на особо охраняемой природной территории, которая занимает только, представьте, около 300 гектаров Пройдет фестиваль тюльпанов На крупном степном участке прорастает тюльпан Шренко, который занесен в Красную книгу России Кроме содержания красивых цветов, вас ждет и насыщенная программа На месте будут работать городок-аттракционных, торговые ряды, поля на народных ремесел, экологические площадки Вы сможете побывать в русском, казахском и украинском постоялых дворах Посмотреть финал соревнований по русской лапте Покататься на лошадях и верблюдах И приобрести уникальные сувениры на память Программа фестиваля настолько насыщена, что интересно будет не только взрослым, но и детям Поэтому собирайте родственников, друзей и отправляйтесь 29 апреля в Новоузенский район И самое главное, тюльпанами можно любоваться только со стороны Рвать и гулять среди них запрещено Любите смотреть голливудские трюки? Высторгаетесь спецэффектами в кадрах современных фильмов? Тогда пришло время стать свидетелями головокружительного шоу российского театра «Каскадер» Проходить оно будет на протяжении нескольких дней Начиная с 27 апреля Поэтому поспешите за билетами для себя и своих друзей В программе виртуозные развороты на автомобилях на 360 и 540 градусов Так называемые полицейские развороты Бой автомобиля «Бигфут» с легковыми машинами Вальс автомобиля «Бигпауэр» на задних колесах И пиротехническое шоу А также зависание человека над землей Прыжки через огненные кольца на скорости Живой буксир и очень-очень много того, что затмит разум и приведет вас в восторг Всех зрителей ждет настоящий шоу-спектакль с погонями, драками, перестрелками, взрывами, разбой авто и дрифты Хотите попасть в эпицентр событий, которые до недавнего времени смотрели с экранов телевизоров лежа на диване? Тогда встречаемся с 27 по 30 апреля в Энгельсе на городском стадионе Ни с чем не сравнимый скрежет металла под многотонным «Бигфутом» зарядит вас здоровой порцией адреналина Ну а тем, кто в середине недели начинает планировать выходные и мечтает провести их в кругу родных и близких Я советую в субботу заглянуть в городской парк Там на площадке городка аттракционов пройдет полюбившийся многим фестиваль натуральной продукции «Фортефест» Это семейное мероприятие, поэтому интересно оно будет как детям, так и взрослым Маленьких гостей праздника ждут активности, научные шоу и детские мастер-классы по оживлению 3D-раскрасок Рисование 3D-ручкой, лепка из полимерной глины, декор глиняных изделий Взрослых ждут кулинарные мастер-классы, маркет эко-товаров, фудкорты, фотозоны, много-много живой музыки и дружеская атмосфера Одним словом, будет весело, тепло и уютно, поэтому берите близких друзей и приходите 29 апреля в городской парк До отпуска еще далеко, а отдохнуть и сменить обстановку все-таки хочется? Тогда не отказывайте себе в удовольствии и отправляйтесь на пару дней в путешествие по Волжской Швейцарии Во время поездки вы посетите такие уникальные природные памятники, как Чербаковская балка и Столбичи Увидите и привычные лиственные леса, и отвесные стены скал, и практически горные ручьи с порогами и водопадами Изрезанность рельефа балки создает ощущение присутствия в предгорьях Кавказа или Альп Поэтому эту местность и называют Волжская Швейцария Также внутри балки есть свои достопримечательности, которые посещают все туристы, отдыхающие в этом живописном месте Столбичи же это уникальный участок крутых Волжских берегов Силами природы там были созданы причудливые формы рельефа в виде почти отдельных столбов-колосов Они возвышаются над водной гладью на 80, а то и 100 метров Это очень красивое и романтичное место с потрясающим видом на Волжские просторы Одним словом, я рекомендую вам все это увидеть воочию Отъезд из Саратова запланирован на 29 апреля, возвращение на вечер 1 мая Поспешите записаться на экскурсию вот по этому номеру телефона Море впечатлений, походная романтика и вечерние посиделки у костра вам гарантированы Хочется нам того или нет, но настало время прощаться Радует неизменно одно, встретиться мы с вами можем, как обычно, в наших группах в социальных сетях и на сайте saratov24.tv Ну а следующий выпуск офиши выйдет настолько быстро, что вы даже не успеете оглянуться Поэтому с легким сердцем я, Анастасия Куклева, прощаюсь с вами Ходите на хорошее мероприятие и помните, в Саратове гораздо интереснее, чем вы думаете Утреннее шоу Автопилот отчитывает последние свои минутки Мы сегодня разговаривали на одну очень важную тему Эта тема была связана с охраной вашей безопасности на работе Мы спрашивали у вас, с какими отношениями вы сталкивались и как вам приходилось отстаивать свои права Именно такой вопрос мы задавали у нас в группе ВКонтакте Обсуждаем эту тему в преддверии Всемирного дня охраны труда, который будет уже завтра И, кстати, завтра в Триумф Моле состоится такое серьезное мероприятие, связанное с охраной труда Это будет мероприятие «Скажи да охране труда», друзья Вот по таким советским лозунгам можно будет прийти на это мероприятие Ознакомиться со всеми правами своими, которые вы должны знать Со всеми позициями, которые должен исполнять ваш работодатель Получить бесплатную консультацию, посмотреть на победителей конкурса Поучаствовать в различных викторинах В общем, масса всего интересного будет завтра, 28 числа в Триумф Моле Так что, друзья, увидимся там Спасибо всем тем, кто в специальном смс-сообщении оставляли комментарии на страничке ВКонтакте Благодаря вам наша картина этой ситуации стала гораздо шире Не останавливайтесь и делайте это завтра же, с 7 до 9 часов утра Ну а пока мы вас таких тепленьких, нежненьких, утренних Передаем в заботливые ручки Анны Антоновой, которая уже находится на студии Ань, готова принимать телезрителей? Конечно, принимаю стафету эфира Вы знаете, что в России прошла акция «Проверь право знания» И я расскажу подробнее, в чем суть заключается эта акция И где, главное, можно узнать результаты Ммм, когда это можно повторить Когда можно будет сделать это еще раз Ну что ж, удачного тебе эфира, друзья Спасибо вам, мы увидимся завтра Пока-пока Партнер программы «Саратовские авиалинии» Пристегните ремни, мы набираем высоту Я емко-партнер программы «Саратовские авиалинии»